Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупной игровой портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Студия Yager Development была отстранена от разработки Dead Island 2. Выпущено переиздание серии прототип для консолей. В Heroes as a Storm появился новый герой. В Warface объявлен турнир под названием Masters League. Для Payday 2 скоро выйдет набор Gage Ninja Packs. Студия Yager Development была отстранена от разработки Dead Island 2. Еще в апреле этого года стало всем известно, что выход долгожданной игры Dead Island 2 был перенесен на следующий год. А теперь стало известно, что компания Deep Silver, которая владеет правами на игру, остранила от разработки игры студии Yager Development. Сама же компания утверждает, что якобы они это сделали из-за того, что их проект должен отличаться качеством, а студия Yager Development этого предоставить не может. Но представители Deep Silver также отмечают, что разработка над игрой не прекратится, и они будут и дальше продолжать работать над игрой, чтобы сделать ее такой, какой видят ее именно они. А мы напоминаем, что Dead Island 2 проект был перенесен в середину следующего года. Кроме этого, не исключено, что игра перейдет в категорию долгостроев. Ведь новые разработчики могут не захотеть исправлять чужие ошибки, и начнут в итоге ее делать по новой. Выпущено переиздание из серии «Прототип для консолей». Совершенно недавно на просторах Xbox Game Store было обнаружено переиздание не только первой части легендарной игры «Прототип», но еще и второй. Причем в скупе с дополнительным контентом, который предназначен исключительно для пользователей консолей Xbox One и PlayStation 4. Прошло уже немало времени с тех пор, как серия «Прототип» была еще хоть как-то популярна. На данный момент никому ничего не было известно по поводу переиздания и дополнения под названием «Прототип Biohazard Bundle». Если судить переиздание и дополнение по продемонстрированному видеоролику, то теперь видно, что компания Activision хотя бы не поленилась в обновленный экшен от Radical Entertainment добавить разрешение в 1080 пикселей и частоту кадров в 60 FPS. И несмотря на то, что переиздание уже доступно, дополнение неизвестно, когда поступят в цифровые магазины. Соответственно, придется ждать. В Heroes as the Storm появился новый герой. Всеми известная Blizzard Entertainment совершенно недавно поведала о том, что в игру Heroes as the Storm будет добавлен новый герой. И новым героем станет король Леорик, который окажется весьма могущественным персонажем в исполнении привычными умениями. Король Леорик больше знаком тем игрокам, которые играли в Diablo 3. Ведь в Heroes as the Storm он пришел именно оттуда. Этот герой отличается тем, что вдвое быстрее убивает вражеских миньонов и наносит больше урона вражеским строениям. Уникальные умения короля Леорика также позволяют ему блокировать движение противника и высасывать жизнь из врагов. Так что он весьма многофункциональный. И все же главная особенность этого героя заключается в том, что после смерти физической оболочки Леорик перерождается и вновь восстает, тем самым продолжая сражаться с врагами. Причем, когда герой умирает, возникает дух, который совершенно неуязвим. Но и сражаться он также не может. Возвращается Леорик к жизни на том месте, где и пал. В Warface объявлен турнир под названием Masters League. В Warface быстро набирают обороты совершенно новый турнир. Уже начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 30 июля в новом турнире будут сражаться самые сильные команды из игры Warface. Это большое соревнование будет проходить в онлайн режиме. Причем в финал смогут выйти лишь 6 команд. Те команды, которые пройдут турнир Masters League, смогут побороться за звание чемпионов чемпионата Warface Online Cup. Кроме этого, у этого большого чемпионата есть и денежное вознаграждение, которое составляет целых 300 тысяч рублей. Главным спонсором этого мероприятия является компания MSI, которую и стоит отблагодарить за финансовые вложения. Но вознаграждение полагается не только лишь победителям чемпионата, но и тем командам, которые смогут занять почетное второе и третье место. Ведь они получат по 200 тысяч рублей. В любом случае, старайтесь внимательно следить за происходящим на официальном канале Warface YouTube и в Twitch. Самые активные зрители турнира и чемпионата также получат приятные подарки. Уже немного осталось до того момента, когда выйдет долгожданный набор Gage Ninja Pack для игры Payday 2. Причем стоит отметить, что новый набор добавит в игру не только новое вооружение, но и множество других предметов, вроде яда, арбалета и даже ножика. Так что каждый игрок вскоре без каких-либо проблем сможет перевоплотиться в Восточного Война, который пользуется самыми мерзкими способами борьбы. Кроме этого, разработчики представили еще и первые кадры этого дополнения. Дополнение Gage Ninja Pack станет доступно в сервисе Steam уже 16 июля. Соответственно, почувствовать себя в шкуре настоящего ниндзя можно будет уже совсем скоро. Также стоит отметить то, что совершенно недавно студия Overkill решила еще и снизить цену на игру. Впрочем, как и на все включающие дополнения. Поэтому на данный момент игру можно купить по относительно дешевой цене – 419 рублей. Студия Naughty Dog боялась, что The Last of Us разрушит их репутацию. Руководство студии Naughty Dog совершенно недавно заявило, что они очень сильно боялись выпускать игру The Last of Us, так как считали, что игра может погубить их доброе имя. А если учитывать то, что студия являлась даже на то время весьма известной командой разработчиков, а название их студии действительно было брендом, то их опасения были вполне понятны. Руководители признаются, что в успех этой игры верили далеко не все люди, которые работают у них. Некоторые сотрудники считали, что выход игры будет слишком сложным и тяжелым в плане сюжета, что в конечном итоге может привести к полнейшему краху студии. Разработчиков в принципе можно понять, ведь у них за все существование студии построилась весьма хорошая репутация в игровой сфере, поэтому потерять все на тот момент являлось действительно полным провалом. Они далеко не сразу поняли, что нужно добавить геймплей игры, чтобы захватить внимание игроков, но в конечном итоге у них все прекрасно получилось. Выход мобильной версии игры Save Merge задержится. Студия Uppercut Games сообщила о том, что выход мобильной версии игры в Save Merge будет немного задержан. Дело в том, что разработчики хотят сделать новый проект максимально качественным, поэтому для этого требуется немного больше времени. Кроме этого, разработчики параллельно занимаются и переносом игры на платформы Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Помимо этого, нужно еще и переделать управление для сенсорных дисплеев. Соответственно, и оптимизация для сенсорных платформ потребует больше времени. И так как разработчики в первую очередь занимаются импортированием игры на большие платформы, владельцам мобильных платформ стоит подождать какое-то время. Напоминаем, что сюжет игры Save Merge поведает о юной девице, которая решила отправиться за помощью в затопленный город, который сможет помочь отыскать ее любимого младшего брата. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!